приветствую вас мои друзья это сериал save the eclipse и в нем я рассказываю про возрождение к жизни культовой тачки и это 15 серия наконец-то кузовные работы закончились и можно приступить к сборке всех элементов задней трансмиссии подвески некоторое время назад я отвозил подрамник и подвеску к друзьям из компании полимер крас на порошковую окраску деталей ссылка вверху укажет на этот момент тогда я решил красить рычаги в графитовый цвет кулаки в красный оставь конечно в ядовито-зеленый теперь надо все прикрутить на свои места но как всегда за время сборки сетап проекта поменялся я уговорил владельца вытянуть сток задние тормоза и поставить brembo от элла 9 диаметр тормозного диска у элла намного больше оригинального и клипсового и чтобы установить надо подрезать защитный кожу раньше я их подрезал по периметру и получалось некого рода ромашка это выглядит колхозно и теперь я просто отрезаю пробки позднее при установке суппортов я еще вернусь ко всем нюансом этой переделки а сейчас защитный кожух вместе со всем механизмом ручного тормоза прикручатся к полноприводному заднему кулаку кстати места крепления ручника я также воссоздал и теперь грех не закрепить на них тот самый трос покупать все рычаги новые я не вижу смысла если геометрия рычага не нарушена то в продольном нижнем и верхних рычагах есть возможность заменить целинблоки кстати они все продаются полиуретановые фрессуется все легко главное подобрать нужного размера втулки и и и и и и и и Итак, продольные рычаги мы починили. Нижние в отличном состоянии, а вот развальные пришлось купить новые. Но тут нюанс. Если до этого все рычаги были одинаковые с переднеприводными, то развальные имеют различия, которые я покажу как исправить. Все дело в том, что саленблок полноприводного рычага имеет более широкое посадочное место в подрамнике. В остальном переднеприводный рычаг ничем не отличается от полноприводного. Добавив втулку, он будет один в один с оригинальным. Можно конечно поставить шайбы, но я отпилил часть саленблока старого рычага. Добавил саленблока Саленблока Теперь все полноприводные рычаги есть, но сначала надо поставить топливный бак, а до этого решить проблему с замятой топливной магистралью. Оригинальной трубки подачи топлива найти не удалось, и приняв во внимание советы, я решил сделать топливную магистраль из медной трубки диаметром 8 мм. Для придания ей заводской формы я воспользовался ручным трубогибом, но в целом медная трубка прекрасно гнется руками. Продолжение следует... Под топливный фильтр делаю штуцер и развальцовываю трубку под конус стыковки с фильтром. В задней части также приходится проделать эту операцию, чтобы воссоздать крепление топливной магистрали с топливным насосом. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А теперь и сам топливный бак. Как и все тюнячее, его надо отмыть, чтобы он смотрелся достойно, а не как кусок старого бака. Отмытый бак приятнее ставить, но надо еще перебрать внутрянку. Площадка крепления насоса тоже неисправна. Трубка подачи топлива замята и обрезана, раньше на ней был одет обычный резиновый шланг с хомутом и отремонтировать его, скорее всего, уже не получится. Точнее, проще найти исправную площадку от того же Легнума. Кстати, многие при свапе на легнумский топливный бак получают некорректно работающий датчик уровня топлива. И вот в чем отличие. Это то, что находится во втором отсеке бака. В этой планке нет насоса, но в оригинале GSX бака есть поплавок уровня топлива, а в баке Легнума просто концевик на лампочку кусоты бака. Вот из-за этого отсутствия второго поплавка с резистором уровня показания легнумском баке при свапе его в Eclipse неправильные. Хотя тоже излечимые. Надеюсь, я вспомню о них тогда, когда дойду до монтажа электрики и электроники. Доступ к обоим отсекам топливного бака есть из салона, и теперь ничего не может помешать установить бак на свое место. Тут в очередной раз вспомню о баке от Легнума. Его очень часто применяют при свапе на полный привод, и он реально более интересный и правильный бак. У него, в отличие от GSX, три полоски крепления к кузову. Одна стоит по центру. У него нормальное крепление магистрали подачи топлива с помощью быстросъема. В общем, я заказал именно легнумовскую площадку насоса, но поставлю ее уже в следующий раз. А я же по традиции прошу вас поддержать мое творчество лайками, комментариями и самое главное репостами. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, рекомендуйте его друзьям. А на сегодня это все, всем удачи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok